Печенька! Спрашиваю всего лишь один раз! Ты предательница? Шпионка? Если шпионка, давай, всё быстро на бочку вывалила! Что Катя планирует сделать в следующей серии выживания? Кто меня предал? Ты предательница? Мне нужно выяснить! Я не знаю... ААААААА! Нет! Четвёртый раз спрашивать не буду! Ты или прямо сейчас признаёшься, что ты предательница, или я тебя отправляю в космос? Ты меня предавала, печенька, или нет? Нет! Ну тогда, печенька, хорошего тебе полёта. Если приземлишься и не умрёшь, значит ты не предательница. Предательница. Ну чё? Наркоманы-предатели. Вы уже не наркоманы, Петрович, а наркоманы-предатели. Пупок, быстро на место печеньки. Туда, туда, где она стояла, быстро туда запрыгнул. Тот же самый вопрос к тебе. Ты шпион, ты предатель, ты изменчик родины, давай признавайся. Бывали всё на бочку то, что планирует Катя. Ничего не сщина... не сщинаю. А, не сщинаешь ты ничего, Пупок. Тогда в космос отправляйся. Если выживешь, значит ты не предатель. Выжил. Ну ладно, Пупок, выходи, отомчик ты на его место. А вы наркоманы-предатели. Короче, если вы вдруг не знаете, зачем я вас сегодня вот это собрал. Потому что вот все те, кто сейчас находится на сервере, они не участвовали в записи предыдущей серии выживания. И те все, кто там был, там Мия, Костя, картошка, вот эта карась, они предатели. А вас же в тот раз не было, поэтому я прямо сейчас должен выяснить, кто из вас предатель и кто из вас перешёл на сторону Кати. Это, уйди отсюда, Пупок. Отомчик, ты предатель? А ну давай, рассказывай быстро. Нет, я не предатель. Это сейчас мы проверим с тобой, отомчик, предатель ты или нет. В космонавт я отправился. И... Не предатель. Ну ладно, так, все остальные тогда потопайте за мной, сейчас вам расскажу, какие планы нас ждут в этой серии. Потому что Катя прямо сейчас находится в Питере. Она уехала туда на несколько дней. И завтра она уже возвращается, и завтра мы с ней будем записывать новую серию выживания. А мы же все прекрасно знаем, что будет в следующей серии выживания, да? Мне будет вот это, пердец мне будет в следующей серии выживания, за то, что я выбил этот проклятый трезубец из этого утопленника. Чёрт бы его побрал. Поэтому, наркоманы Петровичи, у нас с вами есть всего лишь один день. Один день, чтобы придумать план, как нам обхитрить Катю в следующей серии выживания, когда она вернётся домой. Печенька! А ну вышла оттуда, давай быстро. Предательница, вот эта собака сутула. Но ничего, ничего, ничего. Если кто-то из вас шпион Кати, я это 100% выясню. А когда я выясню, кто из вас шпион, я вам трусы мистера Крипера засуну, и там будете кричать, бегать по всему городу. Времени у нас с вами осталось очень мало. Поэтому каждый из вас, кто сейчас здесь находится, отправляется со мной. Я каждому из вас дам какое-то задание. И после этого, вот только попробуйте не справиться до конца серии. И попробуйте не вы... не вы... У меня такое ощущение, что я это где-то видел, вроде в предыдущей серии выживания. А ну, мечи достали, быстро оружие достали, которое у вас есть. Так. Ты, собака сутула, я... А ну давай, вылезай оттуда, ты чё думал? Ты чё думал, карась, вот это... Вот это макака блохастая, то, что я тебя не увижу там в этой мусорке. Чё, Катя, выиграла тебя, наверное, со своей командой, ты шпион проклятый, карась, ты чё сюда вернулся? Я не шпион, я не шпион. А кто ты тогда? Ты же Кате помогаешь, а не мне ты помогаешь. Нет, я ваш шпион. Я на вашей стороне, не на стороне Кати. А как ты объяснишь то, что в предыдущей серии ты помогал Кате меня захватить и отправить туда к алтарю? Как ты это объяснишь? И почему я вообще тебе сейчас должен верить, а? Я работал под прикрытием на Катю, чтобы узнать всё, что она планирует и рассказать тебе. Ах, ты шпион, проклятый, карась. Ладно, вы вот это следите за ним, держите его на прицеле. Если он чё-то надумает, тогда кокоти его сразу. А ты, карась, давай сюда за мной. Вот сюда отправляйся и давай рассказывай всё, что ты знаешь. Потому что в следующей серии я здесь буду находиться на твоём месте. И буду жениться против своей же воли. Потому что подписчики заставляют меня это делать. И Катя тоже. Трезубец я выбил. Давай рассказывай всё, карась. Когда Катя вернётся домой из Питера, они приведут тебя к алтарю и заставят жениться. Ты никак от них не сможешь убежать. Это судьба. Да ладно? Ты меня, карась, как будто Америку третью открыл. Как будто я не знал то, что они меня сюда все приведут. Поэтому я это знал и поэтому я заранее подготовил небольшой такой план. И сейчас мне нужен будет один человек, который будет отвлекать всех этих наркоманов Петровичей в следующей серии. Это будешь ты, печенька, поэтому отойди в сторону. Ещё мне нужны два человека, которые сейчас пророют огроменный тоннель под вот этим алтарём, который поможет мне сдрыснуть отсюда в следующей серии, когда я буду здесь уже стоять и жениться с Катей. Это будешь ты, Отомчик, и ты, Малёк. В сторону отойдите. Ну и в конце мне нужен будет какой-то дом, какая-то дача, которая сможет меня укрыть от Кати на ближайшие, я не знаю, серии 50 выживания. Потому что у меня есть такое вот это ощущение, то что это будет последняя серия выживания, следующая которая. И наверное на этом закончится весь сезон выживания, потому что когда Катя узнает то, что я сбежал из собственной свадьбы, она вряд ли мне это когда-то простит. Поэтому вы двое, Пончик и Никич, сейчас мне будете нужны, чтобы построить мне дачу в аду. Именно в аду. Это то самое место, которое Катя ненавидит больше всего, поэтому именно там она меня никогда не будет искать. Все давайте за мной, берите ресурсы, которые есть у меня в складе. Вот это ты, ты, Карась, отправляйся обратно в мусорку, там твое место. Все остальные за дела. Давайте быстро, быстро, быстро. Моя свадьба и свадьба Кати как бы не ждет. А ты, Печенька, куда побежала, ты мне здесь нужна будешь. Вернись сюда обратно на базу. Вы втроем, все же втроем я решил, что Малек им тоже будет помогать. Отправляйтесь сюда за мной и вот в этом месте начинайте строить мне огроменную адскую крепость. Потому что, ну, как бы, я же читаю комментарии подписчиков, но только тех подписчиков, которые подписаны на канал. Тех подписчиков, которые не подписаны, комментарии не читаю. И мне многие давным-давно писали, чтобы я построил себе адский дом. Поэтому сейчас это ваша задача. В этих сундуках есть дофигища ресурсов. Забирайте их все и начинайте строить здесь мой дом, в котором я буду скрываться от Кати в ближайшее время. Чтобы до конца... Убери удочку свою, этот Малек! Чтобы до конца серии здесь был огроменный дом, где я буду проживать в ближайшие 50 серий выживания. Все, давайте! Отомчик, твоя задача очень проста. Ты должен здесь построить огроменный тоннель, который выведет меня где-то вот там, возле кладбища. Я должен буду в него прыгнуть тогда, когда печенька отвлечет всех в следующей серии выживания. А ты, печенька, давай иди сюда за мной. Я кое-что новенькое придумал. Ну, как я придумал? Подписчики придумали, потому что они написали мне это в комментариях. И сейчас, печенька, мы с тобой как раз и это построим. В этом сундуке я подготовил все самые нужные ресурсы, которые пригодятся мне сейчас, чтобы построить способ, через который ты, печенька, сможешь всех отвлечь. И в первую очередь надо построить вот этот замкнутый круг из редстоуна. И строится он вроде как-то... Как-то... Как-то вот так. Так, дальше мы строим то, что я уже очень много раз строил, а именно аттракционы. Вот так, на вот это мы сейчас поставим... Стоп! Стой, стой, стой. Сюда мы поставим слизень, печенька, если хочешь, можешь на него запрыгнуть. Давай, топай туда. На этот блок слизи сейчас надо поставить... Вот так, лодку. И сейчас подрубаем эту шайтан-машину, печенька. Садись, давай в лодку быстренько. И... Полетела печенька, полетела! А вот сейчас будет самое интересное. Потому что этот баг работает только на одной версии. На одном степшоте. На других версиях он может не работать. Но, как мне сказали подписчики, я могу попробовать. Поэтому я сейчас запрыгну вот сюда. И на вот этот блок слизи мне нужно поставить... Эндер Стержень. Печенька! Как самочувствие? Башка не крутится? Ну, я не знаю, сколько тебе нужно будет дрыгаться на вот этой вот карусели. Но ты пока сиди здесь и не слазь из этой лодки. Потому что баг заработает не сразу. А я пока пойду и помогу Отомчику. И для того, чтобы ему помочь, мне нужны будут подмостки, белый ковер и снег. Потому что этот секретный тоннель на самом деле должен быть прям очень секретным. Всё в ЭКО-Полотомчик. Молодец. Поэтому сейчас я должен поставить сюда три подмостка. На подмосток поставить снег, который я заранее подготовил. Вот сюда. И окружить всё это ковриками, чтобы это, ну, не так сильно было заметно. Когда печенька чуть позже отвлечёт всех вот людей с помощью лодки, которая в будущем будет летать. Ну, это чуть позже. Когда она отвлечёт всех, то я скроюсь через вот этот секретный тоннель. Я просто сюда подойду, зажму shift и скроюсь из вида. И никто даже не сможет понять, куда я пропал. И этот тоннель меня выведет, если я не ошибаюсь, к кладбищу. Ну, почти к нему. Всё, Адамчик, хорошо сработано. Это пока надо застроить, чтобы никто заранее не спалил. А сейчас вернёмся к печеньке. Если подписчики не соврали и баг на самом деле работает, то печенька, просто проедься вперёд на этой лодке на счёт раз-два-четыре. Вот не бойся ты, никуда не упадёшь, если, конечно, всё работает. Давай, печенька. На счёт раз-два-четыре. Поехали вперёд. Ещё-то, 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 ещё-то. На меня сюда, на меня. Вот сюда, в эту сторону. Вот сюда, на меня, на меня, на меня, на меня, на меня. Реально работает. Так, стой, 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 стой. А если я к тебе сюда сяду? Опа. А ну, давай, поехали, поехали, котомчику. Три круга вокруг алтаря. Давай, сделала. Три круга, три круга. Чё за цыганские фокусы, я не понимаю, честно. Я до самого последнего момента не верил, что эта фигня сработает. Но она работает. И вот как раз-таки таким вот способом печенька всех отвлечёт в следующей серии. После этого я запрыгну вот этот секретный тоннель. И скройсь к чёртовой бабушке просто навсегда. И больше сезона выживания, наверное, не будет. Ну, это мы посмотрим уже в следующий сейф. Печенька, самое главное, когда будешь летать, не забывай кричать. Арабская ночь! Чтобы прям наверняка отвлечь вот внимание всех наркоманов-предателей. Ага, давайте все за мной отправляемся в ад. И посмотрим, чё там выстроил Никич, Малёк и Пончо. Сейчас самое главное, чтобы остальные наркоманы Петровичи построили прям-прям красивейший адский дом. Потому что мне в нём надо будет проведить офигеть как много времени. Учитывая то, что я сюда приду в следующие серии. Фиг его знает, когда обратно вернусь. Ты чё-то гуляешь из моего дома. Ну да, это походу единственный будет минус жизни в аду. То, что здесь дофига будет вот этих свино-зомби странных, которые будут на меня нападать каждый день. Мать моя женщина! Вы это за 20 минут построили? Ну, неплохо. Кстати, мне прям нравится. Как я понимаю, это ванная комната со сральником, да? Это там гардеробная или кухня. Это моя спальня там будет, да, внутри. Ну, вот это шикарно! Вот это шикарно! Ну всё! План отступления есть как-никак. И Катю затроллим, и сбежим со свадьбы. И потом придём в ад, и скроемся здесь до конца жизни. Буду жить здесь, подружусь со всеми этими пиглинами. И до свидания, выживания. А можно мне в ванной комнате жить? Карась, ты у нас в мусорке будешь жить до конца жизни, шпион шпионский. А если всё же кто-то надумает что-то спалить и рассказать Кате, я с вами сделаю то, что я сделаю, сделал с карасём. Я его в мусорку лаваю, засуну, закрою его там, и он больше оттуда никогда не выйдет. Тебя это как бы тоже касается. Если сейчас кто-то побежит и будет рассказывать Кате то, что я планирую избежать со свадьбы, а-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну молодцы, вот прям, настоящие молодцы, горжусь вами. Вы чудили вот тут крепость такую огроменную. Панчик, ты такой черт в ад додумалась, кровать тащи, тащу спать на ней Если не предатели, то ты дебилы Но красиво, в любом случае, красиво Карась, в мусорку отправляйся Субтитры создавал DimaTorzok